Что делать, если выпадают волосы? Проверенные рецепты народной медицины на проверенном нашими подписчиками канале. Как понять, пора ли бить тревогу, заметив на щетке волосы, оставшиеся после расчесывания? Для того, чтобы оценить серьезность ситуации, нужно знать, что ежедневное выпадение волос – это совершенно нормальный процесс. Каждый день человек теряет от 50 до 100 волосинок. Если учитывать, что в среднем у нас на голове растет от 90 тысяч до 160 тысяч волос, то это очень незначительные потери. Волос живет от 3 до 7 лет, поэтому у здорового человека, как правило, выпадают отмершие волосы. Конечно, количество выпавших волос зависит и от их длины, и от типа вашей прически, и от того, как часто вы их расчесываете. Но если потеря волос превышает 10-50% от их общей численности, то в данном случае можно говорить о чрезмерном выпадении волос и необходимости срочных мер, которые избавят от этой проблемы. Внимательно рассмотрите выпавший волосок. Если он имеет тупые кончики, то, скорее всего, его выпадение произошло из-за ломкости после химической завивки или экстремального осветления. Такое состояние требует глубокого восстановления волос. А заостренные кончики волоса говорят о том, что причинами его выпадения могут быть определенные факторы. Рассмотрим их. Первое. Жесткие диеты и несбалансированное питание. Недостаток цинка, железа, серы, витамина С, а также витаминов группы В, который возникает вследствие использования строгих диет и неправильного питания. Второе. Стрессы. Стрессовые ситуации, тяжелые травмы, хирургические вмешательства могут спровоцировать усиленное выпадение волос. И это может продолжаться на протяжении 2-4 недель. После нормализации общего состояния организма потеря волос становится некритичной. Третье. Беременность. Во время беременности в женском организме повышен уровень прогестерона, что нарушает естественный процесс обновления волос. После родов гормональный фон восстанавливается и происходит бурная смена волос. За несколько недель может выпасть до 30 тысяч волосинок. Если вы недавно стали мамой и вам знакома такая ситуация, не переживайте. Через некоторое время все придет в норму. Четвертое. Прием лекарственных препаратов. Некоторые лекарства имеют побочные действия, которые выражаются именно в увеличении числа выпадающих волос. Эта проблема решается отменой или заменой препаратов. Укрепить корни волос и замедлить их выпадения помогут рецепты народной медицины. В ее арсенале есть очень эффективные средства для борьбы с названной проблемой. Перечислим маски, отвары на основе растительных компонентов, богатые биологически активными веществами. Отвар из корня лопуха. 10-15 граммов измельченного корня лопуха залейте половиной литра горячей воды и томите на медленном огне в течение 15 минут. Остудите, процедите и ополаскивайте полученным отваром волосы после каждого мытья. Для усиления эффекта рекомендуется дополнительно втирать отвар в корни волос несколько раз в неделю. Лопух в этом рецепте можно заменить почками и листьями березы или почками тополя. Сок репчатого лука и корня лопуха. Подрите сок лука или корня лопуха в кожу головы и замотайте голову толстым полотенцем. Через 1-2 часа вымойте волосы с шампунем. Маска из касторового масла и рома. Смешайте в равных частях касторовое масло и ром. За час до мытья вотрите маску в корни волос и укутайте голову теплым полотенцем. Отвары и настои лекарственных трав помогут остановить сильное выпадение волос, если втирать их в кожу головы каждый день в течение двух недель. Отвар из листьев крапивы. Залейте 100 граммов листьев крапивы половиной литра горячей воды. Добавьте 600 миллилитров столового уксуса. Держите смесь на медленном огне в течение 10-15 минут. Затем остудите и процедите. Этот отвар поможет не только при выпадении волос, но также избавит от перхоти. Настой из хмеля и календулы. Смешайте в равных пропорциях шишки хмеля, цветки и измельченные корни календулы. Одну столовую ложку смеси трав залейте двумя стаканами кипящей воды и дайте настояться в течение часа. Втирайте полученный настой в корни волос один-два раза в неделю. Курс лечения не менее 1-2 месяцев. Настой из крапивы и корней репейника. Приготовьте смесь из сухих листьев крапивы и измельченных сухих корней репейника, соединив их в равных частях. Одну столовую ложку готовой смеси залейте стаканом кипятка и втирайте в кожу головы перед каждым мытьем волос в течение 4 недель. Лосьон из мать и мачехи, крапивы и зверобоя. В термос засыпьте по 1 столовой ложке мать и мачехи, крапивы и зверобоя. Залейте 300 мл горячей воды и настаивайте несколько часов. Процедите, добавьте 200 мл водки и уберите в холодильник. Перед каждым мытьем головы тщательно втирайте лосьон в корни волос. Для улучшения кровообращения в коже головы регулярно делайте массаж этой зоны мягкими круговыми движениями подушечек пальцев рук, а в специализированных клиниках вам могут предложить провести курс процедур с использованием микротоков, которые усилят эффект от применения лечебных масок и массажа. Итак, чтобы предотвратить выпадение волос, подберите средства для ухода, которые подходят именно для вашего типа волос. Откажитесь от агрессивных процедур, таких как сушка волос горячим феном, химическая завивка, осветление и окрашивание жесткими красителями. Если ситуация критична, на время лечения сделайте короткую стрижку, чтобы максимально избегать повреждения корней при расчесывании. Исключите из обихода металлические пластиковые расчески с острыми и частыми зубьями. Регулярно используйте увлажняющие средства для ухода за волосами, а также защитные муссы, гели и лосьоны, которые снижают вредное воздействие горячих температур при укладке. Принимайте сбалансированные комплексы витаминов и биологические добавки, в составе которых есть пивные дрожжи и ростки пшеницы, богатые витаминами группы В и витамином Е. Не пускайте проблему выпадения волос на самотек. Если использование рецептов народной медицины не дало желаемого результата, обратитесь к специалистам. Они смогут точно установить причину вашей проблемы и подобрать соответствующее лечение. А у вас есть собственный опыт борьбы с выпадением волос? Поделитесь секретами. А если узнали что-то новое и видео было полезным, с вас лайк. А с нас полезная информация, если подпишетесь и нажмете на колокольчик, первыми будете узнавать новые проверенные и эффективные рецепты, которые помогут сохранить красоту и здоровье.